Продолжение следует... И сегодня будут у нас замечательные специалисты и Наумов Сергей Юрьевич, доцент кафедры от ареноварингологии университета Мечниковой, заведующий вор отделением 40-й больницы, и главный специалист, челюстно-лицевой хирург, профессор Еременко Андрей Ильич, который также поделится с вами самой свежей информацией. Первое, если позволите, мое сообщение. Спасибо большое. Продолжение следует... Мы не будем глубоко погружаться, поскольку не такова задача сегодня у нашего семинара. Безусловно, проблема синуситов и риносинуситов актуальна, поскольку заболевания органов дыхания занимают первое место в структуре общей заболеваемости в мире. Удельный вес данной патологии составляет у взрослых около 30%, у подростков 39-9%, у детей 61%. Эпидемиология риносинуситов. Около 15% населения в мире страдают различными формами риносинуситов. Свыше 10 миллионов случаев риносинуситов в год регистрируются в Российской Федерации. У каждого седьмого человека в странах Европы встречаются риносинуситы. Ну а если говорить о профильных стационарах, которых достаточное количество в нашем городе, мы прекрасно с вами знаем, что более 70% пациентов этих стационаров это синуситы. Без детализации, какие они конкретно, но это более 70%. Для развития риносинусита существует масса предпосылок, которые вам известны. Это и анатомические аномалии строения полости носа и околоносовых пазух. И вам прекрасно, часто, наверное, приходилось слышать, что мне сделали пункцию, и у меня теперь появился хронический гайморин. Но мы прекрасно знаем, что для этого совершенно другие основания. Затруднение носового дыхания, искривление носовой перегородки и другие проблемы, которые мы сегодня вкратце осветим. Среди сопутствующих заболеваний это хронический ринит, атопия, заболевания, сопровождающие расстройствами мукоцеллярного транспорта, первичная целиарная дискинезия, мукополисахаридоз, различные иммунодефицитные состояния. Много причин. Самым главным в патогенезе развития синусита, риносинусита, является порочный круг, который здесь достаточно наглядно представлен на слайде. Не бывает какого-то одного лишь фактора, который вызывает, всегда это комплекс, который взаимосвязан. И одно ухудшает другое. Вы видите здесь и обструкция соустии, нарушение вентиляции, застой секрета, изменение состава секрета, нарушение газообмена в слизистой оболочке, повреждение ресничек эпителия, изменение в микроэкологии, воспаление собственной пластинки слизистой оболочки, утолщение и опять нарушение эвакуации. Мы теперь знаем прекрасно с вами, что околоносовые пазухи это совершенно не какая-то стерильная структура. Там есть микроорганизмы, которые живут и существуют с нами, и в том числе обеспечивают и нормальное функционирование слизистой оболочки. Но при неблагоприятных условиях, которые здесь представлены и которые мы наблюдаем, развивается картина острого воспаления. Мы сейчас живем в такое время, что нам необходимо иметь и руководствоваться клиническими рекомендациями. Здесь представлены самые свежие клинические рекомендации 2021 года, над которыми работали эксперты Национальной медицинской ассоциации от арино-варингологов. И эти рекомендации утверждены экспертным советом Министерства здравоохранения. Они сейчас доступны на сайте Минздрава. Эти рекомендации посвящены конкретно острому синуситу. Другие нозологические формы также экспертный совет регулярно обсуждает и дорабатывает. И в ближайшее время вы сможете ознакомиться. Это наша настольная книга, это наше руководство к действию, это наша защита в том числе. Я несколько буквально слайдов прямо из рекомендаций. Они достаточно подробно описывают и классификацию, и клиническую картину. Различные варианты течения, диагностики, а также современные взвешенные подходы к лечению этой патологии. Я позволю себе не перечислять, это все есть в клинических рекомендациях, но я хочу просто подчеркнуть, насколько подробно сейчас это все делается. Классификация острого синусита. Травматический, вирусный, бактериальный, грибковый, смешанный, аллергический, септический, асептический и другие формы. Хронический синусит, в котором я отдельно выделил одну из специфических форм хронического риносинусита, такую форму как адентогенный, которая, к сожалению, в настоящее время начинает встречаться достаточно часто. Седьмой пункт клинической рекомендации прямо указывает и прямо напоминает нам, что следует помнить, что под маской острого синусита можно столкнуться с адентогенным синуситом. В данном случае лечение должно быть хирургическим. Удаление пломбировочного материала и другие хирургические манипуляции, которые я не буду касаться. Но эти манипуляции выполняются как лор-специалистами, так и челюстными лицевыми хирургами. И задача нашей сегодняшней с вами встречи определить именно тактику взаимодействия. Второе. Осложнение, мультидисциплинарность. Если посмотреть на осложнения, которые далеко не все перечислены на этом слайде, сразу возникает ответ. Мультидисциплинарна ли проблема? Да, конечно. Это осложнение со стороны орбиты. Это осложнение со стороны головного мозга. Это различные флегмоны, медиастин и так далее. Мы всегда об этом знаем и помним, и при необходимости привлекаем специалистов смежных специальностей, которые нам, безусловно, нужны. По наблюдениям зарубежных и отечественных авторов, частота адентогенных синуситов колеблется от 2 до 25% от общего числа больных с патологией верхнечелюстных пазух. Адентогенным источником инфицирования верхнечелюстной пазухи часто являются периопекальные очаги воспаления, околокорневой кисты. В случае хронического адентогенного верхнечелюстного синусита причина – это попадание инородных тел в пазухи. Мы с вами часто наблюдаем их на рентгенограммах, на компьютерных томограммах и при других методах исследования. Попадание пломбировочного материала, соответственно, действует токсически на слизистую оболочку, да и не только токсически, а вообще, находясь на поверхности или внутри слизистой оболочки, вызывает воспаление, которое сперва может быть асептическим, но в дальнейшем может присоединяться уже патогенная флора, и процесс носит уже активный манифестирующий характер. Я позволю себе процитировать статью наших замечательных ученых из Лор-института, автором является и Рязанцев Сергей Валентинович, и другие коллеги-хирурги этого замечательного института, для того, чтобы выразить нашу позицию, наше понимание вот именно этой мультидисциплинарности. Проблеме острых адентогенных синуситов, находящейся на стыке двух специальностей от ириноларингологии и стоматологии, посвящено большое количество исследований. Однако лечебно-диагностическая тактика специалистов при указанной форме нозологической патологии не определена. Как правило, речь идёт об адентогенном верхнечелюстном синусите, заболеваемость которым имеет тенденции к росту, несмотря на значительный прогресс в развитии стоматологической помощи населению. И в последнее время, поскольку с удовольствием присутствуем на защитах диссертационных советов, большое количество появилось работ, которые идут по двум специальностям. От ириноларингология, стоматология, челюстно-лицевая хирургия, от ириноларингология. Это говорит о очень плотном взаимодействии. Какие задачи стоят перед нами при лечении и при обеспечении комплексной терапии острого риносинусита? Безусловно, здесь присутствуют и антибиотики, присутствуют интерназальные глюкокортикостероиды. Благодаря этим препаратам, интерназальным или топическим кортикостероидам, которые относительно недавно вошли в широкий обиход и не обладают никакими общими действиями, и, соответственно, мы можем спокойно говорить нашим пациентам о том, что это всё безопасно и актуально. Мы направляем наши усилия на снижение симптомов воспаления, поскольку снижение отёка, восстановление дренажной функции, восстановление носового дыхания также приводит к тому, что нормализуется нормальный пассаж слизи в полости носа, и мы обязательно не забываем про слуховую трубу, которая обеспечивает эвакуацию содержимого из среднего уха. Основной принцип – это патогенетичность терапии. Патогенетическая терапия – разгрузочная, интраназальная терапия. Здесь присутствует и ирригационно-элиминационная терапия различными солевыми растворами, это декангистанты, это мукоактивная терапия, топическая антибактериальная и противовоспалительная терапия. Говоря о топической антибактериальной терапии, сделаю лишь такой маленький акцент, что для использования топических антибиотиков должны существовать специальные формы. Одной из ошибок, которая приводит к росту нечувствительности микроорганизмов к антибиотикам, является неправильное их использование не в соответствии с инструкцией, когда парентеральные формы используются для введения в различные полости, в том числе и в пазухе. Рекомендации ЭПОС-2020. Я остановлюсь только на уровне доказательности. Каждый постулат подлежит глубокому исследованию, и исследования проводятся регулярно. Вы видите, интраназальные глюкокортикостероиды, степень доказательности 1А, высококачественные доказательности того, что длительное применение эффективно и безопасно для лечения пациентов с синуситами. Руководящий комитет ЭПОС-2020 рекомендует использовать интраназальные кортикостероиды у пациентов с хроническим риносинуситом. В том числе можно это использовать и у детей. Мометазон способствовал достоверному уменьшению назальной обструкции у пациентов с острым риносинуситом в сравнении с плацебо и амоксицелином. Мометазон, например, дезренит, препарат очень распространенный, доступный по цене и высокоэффективный. В исследованиях показывают, что суммарный индекс симптомов гайморитов, симптомов воспаления в комбинации с мометазоном и антибиотиком значительно быстрее приводит к выздоровлению. В клинических рекомендациях Министерства здравоохранения это также показано. Только мометазон зарегистрирован в Российской Федерации в качестве монотерапии при неосложненном остром риносинусите. Пункция верхнечелюстной пазухи просто интересная картинка и мое принципиальное мнение на этот счет. Отношение к пункции верхнечелюстной пазухи достаточно разнообразное в Европе, в Америке, в нашей стране. Отношение пациентов к ней для себя называю эту процедуру лечебно-диагностической. Наша задача не только в том, чтобы эвакуировать гной, но мы получаем большое количество информации относительно объема пазухи, содержимого характера, содержимого запаха. Можем взять непосредственно содержимое пазухи на бактериологическое исследование. И одно из основных моментов – это воздух, который попадает, и мы обеспечиваем его поступление после пункции верхнечелюстной пазухи, что, естественно, быстрее приводит к выздоровлению и к нормализации флоры, тем более, если флора анаэробная при адентогенных синуситах. Сосудосуживающие препараты в комплексной терапии, вы прекрасно знаете, не буду останавливаться. Это расширение носовых ходов, соусти, улучшение дренажа. Мукоактивная терапия, которая направлена и на муколитику, и на уже разрушение секрета, который образовался в носу и достаточно вязкий бывает и сложен для отхождения. И секретомоторные препараты. Результат наших всех действий – восстановление дренажной функции и отхождение всего патологического отделяемого. Коротко про антибиотики. Нужно ли лечить острый синусит антибиотиками? Безусловно, нет, но с этой задачей иногда сложно справиться врачу общей практики, да и отоларингологу, когда перед ним стоит пациент или родитель ребёнка, который желает скорейшего выздоровления. Очень сложно бывает отказать на значение. Тем не менее, мы должны внимательно разобраться, поскольку рост нечувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам достаточно большой. И здесь на слайде представлена стратегия правительства нашего Российской Федерации до 2030 года, где всё направлено на борьбу с этой устойчивостью, на выработку новых препаратов и усиление мер профилактики. Требования к антибиотику. Высокая чувствительность возбудителей, высокая клиническая эффективность, хорошая переносимость и безопасность, минимальная стоимость. Тема по антибактериальной терапии и по рациональной антибактериальной терапии – это тема на совершенно отдельную большую достаточно лекцию. И просто на таком вот смешном слайде ещё раз повторю, что главный критерий при выборе антибиотика – чувствительность основных возбудителей. А значит, возможность и необходимость микробиологического исследования и уже используя эти данные, назначение соответствующих препаратов. То, что казалось светлым будущим, сейчас тёмное прошлое. Этот пример лишний раз доказывает, что протоколы лечения необходимо пересматривать. Необходимо пересматривать не только протоколы лечения, но и взаимодействие между специалистами, взаимодействие между специальностями. Спасибо большое за внимание. Да, мы так и планировали, поскольку Сергей Юрьевич задерживался, мы планировали подключить. Уважаемые коллеги, я на связи. Приветствуем вас, Андрей Ильич. Уважаемые коллеги, я хочу представить вам проректора по учебной работе Первого медицинского университета, главного специалиста челюстно-лицевого хирурга Санкт-Петербурга, профессора Елёменко Андрея Ильича. И сообщение Андрея Ильича сегодня. Хронический адонтогенный верхнечелюстной синусит. Взгляд челюстно-лицевого хирурга. Доброе утро, уважаемые коллеги. Я попрошу организаторов дать мне доступ для включения экрана презентации. Замечательно. Спасибо большое. И сегодня я буду говорить о хронических адонтогенных синуситах. Несмотря на то, что от риноларингологии и через лицевая хирургия очень близки по идеологии, по основным хирургическим принципам специальности, наверное, несмотря на то, что пазуха одна, к сожалению, у нас разделяет принципиально те ситуации, которые приводят к данному заболеванию. И, собственно, конечно, это перекрёсток специальностей. И надо сказать, что, ну, наверное, счастливые люди в этом плане, потому что мы традиционно делим один этаж с кафедрой лорболезни, с огромными традициями. И, собственно, в нашем коллективе работают хорспециалисты. И мы взаимно обмениваемся ординаторами. Поэтому у нас такая очень близкая интеграция. И, в общем, достаточно близкие взгляды. Несмотря на то, что принципиально разные подходы к лечению собственной риносинуситов, адентогенных, верхочерестных синуситов, мы стараемся всегда находить общий язык. Этот вопрос обсуждается. К сожалению, у нас продолжается рост заболеваний поддаточных пазух носа. И мы видим этот рост достаточно существенный. И если говорить о пандемии, конечно, надо говорить о пандемии заболеваний, собственно, поддаточных пазух носа. И, к сожалению, растет удельный вес адентогенных, верхочерестных синуситов. На примерно 2% в год растет диспетализация только в нашу клинику больных с верхочерестными синуситами. И к этому приводят несколько моментов. Вот это вот прямая речь. Замечательная картина, когда, собственно, Петр I идет по Зайчьему острову. И Александр Менчишков говорит, подожди, я все равно не понимаю. Ты действительно хочешь построить здесь город? На этом мрачном сыром болоте сидит туманов, мрака, ужасов. В этой обители отчаянно без исхода. Петр, ты совсем, ну, наверное, самое ближное, приличное слово, которое сказал Менчишков, совсем и изумился. Ну вот Петр отвечает, да. И, собственно, мы получаем с вами, особенно в северо-западном регионе России, огромное количество заболеваний верно-дыхательных путей, в том числе и поддаточных пазух носа, в том числе адентогенных верхочерестных синуситов. Что принципиально отличает адентогенные верхочерестные синуситы от, собственно, риногенных, да, риносинуситов? Это первично-хроническое течение. Не бывает острых адентогенных синуситов за исключением токсических и травматических. То есть, ну, если там что-то страшное не ввели в пазуху, как, например, гипохлорид, или там что-то не взорвалось, например, там, инфицированный корень, острых не бывает. Как правило, мы имеем односторонний характер поражения. Принципиально различается микрофлора. Если при риногенных риносинуситах мы говорим, собственно, о микрофлоре верхних дыхательных путей, то адентогенные синуситы – это резидент микрофлора полосцерта. Омерзительная микрофлора со своими жесткими правилами. И если, скажем, мы говорим о риносинуситах, о необязательности применения жесткой противомикробной химиотерапии, то, к сожалению, при адентогенных синуситах – это позиция принципиально без противомикробной химиотерапии, развитие осложнений очень высоко. И какое еще отличие? Очевидность источника для опытного челюстно-лицевого хирурга, для опытного ринохирурга. Источник всегда находится, и гадать тут никогда не требуется. И следующая необходимость – все эти заболевания адентогенные требуют стопроцентного оперативного лечения, и никуда нам от этой ситуации не деться. Ну вот типичная картинка адентогенного хронического хранического 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 синусита – это большой объем поражений, это адентогенный характер. Один из патриномоничных признаков является гипертрофия нижней носовой раковины. Существует огромное количество методик по ранней диагностике, не буду, честно говоря, останавливаться, очень профессиональная аудитория. В основе этиологии лежит взаимоотношение чего-то, это что-то, это может быть опериопикальный гранулем, это может быть химические вещества, это могут быть инородные тела, это могут быть талмбировочные материалы, то есть много что может вызывать эту историю, но в основе этиологии будет лежать красный комплекс, то есть парадонты-патогены, преимущественность которых занимает анаэробный компонент. Вот типичный пример радикулярной аденомы, когда хронический воспалительный процесс деструктивный вокруг верхушки корня зуба, происходит поражение нижней стенки верхучерестного синуса, ну и распространение инфекционно-воспалительного процесса в него. Инородные тела, да, это может быть и пломбировочный материал, это может быть и имплантаты, это может быть фрагменты корня удаленного зуба. Как правило, они находятся достаточно легко и каких-то серьезных проблем не вызывают. Ну и 100% конечно требует оперативного лечения, об этом в общем и целом подробно останавливаться не будем в аудитории опытной ренохирурги, а просто остановимся на том, что этих больных требуется лечить. Вроде бы казалось, да, нас часто спрашивают, вот как через медицинских хирургов, а вот явилась ли причина длительного лечения реносинусита однотогенный очаг. Ну вот казалось бы, да, совершенно маленький очаг, у него, собственно, там меньше, чем миллиметр на миллиметр, да, ну и посмотрите, все равно развивается поражение. Мы видим блок соусти, мы видим воспалительные изменения на верхнем челюстного синуса. Корень, ну вроде небольшое образование, да, собственно, вот мы видим его позицию блокирования металлянных комплексов, да, мы видим нарастание воспалительного процесса в пазухе, что, к сожалению, нередко приводит пациента на госпитальную пойку, приводит к таким грозным осложнениям, как и пема пазухи, в легмона, орбиты и так далее. Ну маленький пломбировочный материал, посмотрите, он замирается микронами, тем не менее какая жесткая реакция организма, образование грибковых тел, образование хронического воспалительного процесса, что требует всегда хирургического лечения. Абсолютно не всегда попадание имплантата в пазуху приводит к ее жесткому инфицированию. Вы видите на левом слайде нахождение имплантата под слизистой оболочкой, это силикат-посфатный цемент, он индифферентен для слизистой пазухи, и вы видите, что ничего не происходит, да, но вы видите миграция пломбировочного материала. На правом слайде достаточно большой кусок, который не вызывает на сегодняшний момент каких-то серьезных изменений, это необходимо учитывать при формировании идеологии хирургического лечения. Ну вот зона обманчивого спокойствия. Да, мы видим, что не очень выражены воспалительные изменения, но тем не менее народное тело находится в верхней челюстной пазухе, это анкер. Выжидательная тактика привела аксов на появление уровня в пазухе и дальнейшим проблемам пациентов. Что еще приводит к нарастанию большого количества адентогенных и переимплантационных процессов? Конечно, это желание пациентов оживать. На сегодняшний день современная стоматология, чересницевая хирургия вполне позволяет пациенту использовать опоры, введенные в костный ткань челюстей для оживания. В боковых отделах верхней челюсти практически в двух третий случаях необходима дополнительная реконструктивная операция, к сожалению, которую освоили очень многие коллеги. Помните, как в известном фильме, в джинсах обрядились самые отсталые слои населения. Так вот, нет такого начинающего стоматолога, который бы не проходил курсы по синус-лифтингу. Вот, честно говоря, я этих операций выполнил не одну тысячу в своей жизни. И до сих пор, когда я иду на реконструкцию, собственно, дистальных отделов верхней челюсти, я всегда напряжен, потому что операция неизвестна, насколько просто пройдет. Хотя сама операция по себе, синус-лифтинга, ничего сложного не представляет. Там, наверное, натурального окна, подъем пазухи, введение биоматериала, установка имплантата. Ну, собственно, да, мы видим, что в благоприятном случае, учитывая, если человек знает анатомию пазухи, умеет работать на ее дистальных отделах, как правило, все заканчивается хорошо. Однако мы видим с вами осложнение от 6 до 11%. Ничего мы с этим поделать не можем. Почему? Потому что существует определенный ряд проблем. Это и состояние естественного соусти, который, к сожалению, немногие наши коллеги учитывают. Это и наличие перегородок андервуда, с которыми мало кто умеет правильно работать. Да, просто погрешности в хирургической тактике приводят к множественным разрывам слизистой оболочки дна верхней челюстного синуса. Вот так вот она выглядит, к сожалению, при не очень опытном доступе. И правильная тактика – это ушивание и уход оттуда. К сожалению, многие идут на неправильную тактику из разных соображений. Начинают пихать туда всякие присыпки, примочки, припарки. И мы получаем формирование хронического переимпункционного синусит. Ну вот как в данном случае. Нагородили огород. Что, в общем и целом, однозначно привело к осложнениям. Что-то куда-то там подтыкнуть. Это, конечно, тактика порочная. Приводит к формированию дефекта. Приводит к формированию осложнения. И, конечно, это удел очень опытных челюстно-досевых хирургов в этой ситуации выходить. Еще хуже ситуация с имплантатами в стоящих пазухах. К сожалению, здесь есть принципиально две биомеханики. Одна из которых приводит к тому, что верхняя часть имплантата становится подвижной. Ну и как вы прекрасно понимаете, наличие чего-то такого болтающегося вне верхней челюстной пазухи вызывает ее хроническое воспаление. И это нельзя не оценивать. Да, конечно, у всех бывают плохие дни, но вот настолько плохой день бывает не у всех. И проникновение имплантата в пазуху требует немедленного хирургического решения. Порочная является тактика отсрочки. Немедленного хирургического решения, ее оттуда излечение, тогда может это привести в общем и целом к выздоровлению. Конечно, несмотря на то, что мы живем в цифровом мире, огромное количество осложнений. Вы видите установку верхушки имплантата в нижнюю сову раковину, и пациентка достаточно долго с этим прожила. Что меня особо удивило, что несколько от оренгологов ее смотрели, и не было однозначной рекомендации это убрать, капельками лечили. Ну вот так, в общем, не очень здорово все это выглядит. Большое количество осложнений при операциях на верхней челюстной пазухе – это кровотечение, это смещение костного материала, это развитие хронического синусита и хронического стеомилита верхней челюсти. Ну вот так выглядят осложнения. К сожалению, в данном случае врач-стоматолог не учел состояние зоны естественного соусти. Поэтому, к сожалению, маленькая ошибка и большие последствия, и отдельная история – это хронические синуситы у пациента с применением дезоморфина. Мы, наше отделение – это отделение челюстной хирургии и лор в больнице ГАЗа, отделение, в которое поступают пациенты заключенные. Мы, наверное, первые с лор-коллегами там работающими столкнулись с таким тотальным поражением верхней челюсти, в том числе и верхней челюстной пазухи. Ну и, в общем, вообще-таки они не очень бодрые пациенты. Так выглядит секвестр, так выглядит тотальное поражение левой верхней челюсти и верхней челюстной пазухи, что требует хирургического лечения. Возвращаясь к синус-лифтингу, они однозначно реагируют слизистые дна в верхней челюстной пазухе на введение стерпластических материалов. Они различаются и по строению, и по размерам частиц. Самое главное – ПУПАЖ. И, к сожалению, давление осуществляется страшной индустрией. И, к сожалению, немногие коллеги готовы принять верное решение. И мы видим, начиная с небольших кистов спаления на верхней челюстной пазухи, которые не требуют лечения, заканчивая огромными образованиями, которые, в общем, уже надо рассматривать, по крайней мере, надо наблюдать. К сожалению, вот такие вот кистозные образования – это не всегда ретенционные кисты. Как правило, ринохирурги сталкиваются с ними как с ретенционными кистами. Нет, это не ретенционные кисты. В основе их лежит морфология воспаления внизу оболочки. И, к сожалению, она поддерживает воспалительный процесс не сколько в пазухе, сколько в переопекальной области имплантата. И, казалось бы, идеальная ситуация на левом слайде. Мы видим на правом слайде хронический воспалительный процесс и, к сожалению, утрата имплантата. Воспаление в пазухе не проблема для имплантата, но проблема для носового дыхания. Когда мы видим вот такие вот ситуации имплантата, вы видите, это давняя работа, имплантаты интегрированы, пациент на них жует, но такая картинка в верхнем челюстном синусе, конечно, требует принятия определенных решений. По-разному слизистые оболочки реагируют на имплантаты. Это и хроническое воспаление, это и прорезывание имплантата в полость в пазухе. И на часе вы видите верхушку имплантата, это и полипозные изменения. И, конечно, я призываю тех челюстно-хирургов, хирургов-стоматологов, которые будут смотреть, собственно, на нашу сегодняшнюю с вами встречу. Хотел бы процитировать слова Фёдора Григорьевича Углова, что самая лучшая операция – это та операция, которая удалось избежать. И, конечно, вот такие вот решения, они не переносятся безопасно для верхнего челюстного синуса, приводят формирование хронического воспаления, длительного воспаления, приводят к инвалидизации пациента. И, конечно, когда человек тратит средства на сложную большую операцию, через три месяца удаляется из-за хронического синусита. Ещё того хуже ситуация – это изначально хронический риносинусит, не учтённый хирургом-стоматологом, была выполнена операция, которая привела к стопроцентной потере всех имплантатов. Пришлось выполнять консервативную терапию, была проведена ауторинговарингологом, дальше была проведена большая реконструктивная операция аутохостным трансплантантом с гребень подзвёжной кости. И уже в одной сформированной ситуации, когда уже исключены были процессы в слизистой оболочке носа и пазах, уже мы получили с вами достаточно приличный результат. Вот это вот замечательное наблюдение. Смотрим правую верхнюю челюсть. Ну, один имплантат ушёл в пазах, это понятно, так же, как и слева. При такой атрофии ждать нечего. Меня поразил второй имплантат. Я нашёл этого доктора, спросил, говорю, коллега, почему один ушёл, я понимаю, почему вы второй засунули в хуже отверстие. Меня совершенно потряс ответ. Доктор сказал, что менеджер, продававший мне имплантаты, сказал, что для этой операции, для этих имплантатов синус лицных не показан. Ну вот, мы видим такой печальный результат. Более того, мы видим при недооценке состояния фонового состояния пазухи, к сожалению, плачевный результат. Мы видим, собственно, внизу результат через три недели. Это тотальное заценение импиема пазухи после выполненного синуса лицинга. Хроническая инфекция, располагающаяся на дне синуса, когда пазуха так или иначе реагирует. Вот такие пациенты часто обращаются к оторингологам с вопросом, можно ли им выполнять операцию синус лицинга и так далее. Да, вот, уважаемые коллеги, очень прошу оценить, собственно, не только то, что происходит в пазухе. Да, вот вы видите, что это минимальное воспалительное изменение. Но мы говорим о том, что очага хронической инфекции находится в пазуховое состояние определенного динамического равновесия. И если нет санации первичного очага, то и санации верхнечелюстного синуса невозможно. И, собственно, мы видим, что эта хроническая инфекция привела к хроническому синуситу и потерю имплантата. К сожалению, через несколько дней появились первые симптомы. Очаг инфекции на маляре жестко отреагировал. Да, вот мы видим на первом маляре левом. Ну и дальше, собственно, мы видим уже тотальное поражение пазухи и, собственно, со всеми исходящими из этого проблемами. Острый синусит для реконструктивных операций – это серьезная проблема. Может привести к полной потере материала, к полной потере выдавливания всего градка, повышения инфекционального давления со всеми исходящими из этого последствиями. Но, представляете, настолько воспалительный процесс разыгрался, что титановая сетка, которая закрывала овальное окно, деформировалась в процессе гиброкомпрессии. Ну и, конечно, есть наши замечательные пациенты, которые после операции на пазухе ныряют, летают, занимаются жестко активными видами спорта. Но, к сожалению, да, есть такие проблемы. Конечно, на сегодняшний день новая эра через ненцевой хирургии, равна какой-то реноварингологии – это эндоскопия. Экспертические технологии. Если раньше все три ситуации, то есть хронический однотогенный синусит, орантральное сообщение, инородное тело в синусе, так называемая, в кавычках, конечно, радикальная синуситомия, выполнялась, это обрекало человека на пользование пожизненно съемным протезом, потому что после выскабливания ложек и слизистой дна пазухи ничего хорошего уже сделать было нельзя. Конечно, на сегодняшний день у нас… И вот, собственно, те операции, которые выполнялись каких-нибудь там еще 10-15 лет назад, формировались огромные отверстия в передней стенке. Конечно, на сегодняшний день вся эта хирургия ушла в интраназальную, собственно, ринохирургию. И спасибо большое тем… Тот мировому лор-сообществу, которое взяло на себя колоссальный труд работать с чрезвенцевыми хирургами по обучению их основам ринохирургии. Конечно, на сегодняшний день мы работаем значительно более аккуратно, более экономно, стараясь не разрушать те, естественно, структуры, которые… …полноценного дыхания, да, и, конечно, не в случае ориентрального сообщения, не в случае… И, конечно, есть анатомические предпосылки, заприняющие работы, вы видите, значительная деформация нижней носового хода конхабулеза такая, конечно, для стоматолога такого рядового такая операция невыполнима без подготовки такого больного ринологически. Ну, вот, собственно, выполненная ФС и вполне возможна дальнейшая операция. Конечно, мы с вами прекрасно понимаем, что и дооперационный, и послеоперационный уход, и медикаментозное сопровождение хронического атмитогенного синусита требуется и противомикробная химиотерапия, и декингестанты, и, конечно, гетеротопические кортикостероиды. И, в общем, если с противомикробными препаратами разобрались достаточно давно, в основном идет защищенные пенициллины, то, конечно, глипокортикоидные гормоны, они постепенно приходят в нашу сторону, в нашу специальность. И, конечно, мы понимаем, что восстановление носового дыхания и нормальная работа мукоциллярного клиренса приводит к тому, что, собственно, воспалительные процессы протекают быстрее, протекают значительно более доброкачественно. И в стандартах мы видим, собственно, использование аинтерназальных глипокортикостероидов. Конечно, мы ожидаем полноценное широкое внедрение препаратов в клиническую практику через носовый хирург. Простой и надежный способ выведения, конечно, приведет к улучшению ситуации, тем более, что, еще раз повторюсь, микрофлора принципиально разная, и мы видим различные эффекты, различные осложнения. И, собственно, подбирая терапию для данной категории, мы должны понимать, что противомикробная терапия, что полноценная тактика, скажем, сохранения проходимости верно-дыхательных путей и работы мукоциллярного клиренса позволяет нам обеспечить, собственно, нормальное полноценное существование. Спасибо большое коллеге. Мы, я еще раз повторюсь, мы никогда в работе с верхней челюстной пазухой не разделяем и, боже упаси, не противопоставляем наши специальности. Я всегда говорю, что мы счастливы, потому что мы вместе. Спасибо большое за возможность выступить перед столь уважаемой аудиторией. Здесь указаны все мои координаты и те возможности, которые, собственно, предоставляет наше профессиональное сообщество. Спасибо большое за внимание. Если есть вопросы, я вполне готов на них ответить. Спасибо огромное, Андрей Ильич. Будут ли вопросы, уважаемые коллеги? Вопросов нет. Спасибо большое за... Вопрос? Да, пожалуйста. Просят повторить координаты. Давайте я просто озвучу телефон, он достаточно простой, 921-339-1000. К нему подключены все социальные сети. Пожалуйста, подключайтесь. Есть в Инстаграме. По имени и фамилии в Фейсбуке подключайтесь. Мы всегда реагируем на, собственно, диалоги. И, пожалуйста, всегда мы к вашим услугам. Ну и Первый медицинский университет, клиника через медицинскую хирургию, ежедневный круглаз, суточно, всегда для вас. Спасибо большое за интересное сообщение, Андрей Ильич, и за взаимодействие. Спасибо большое. Я передаю слово Сергею Юрьевичу Наумову с сообщением о донтогенной риносинусиде. Взгляд врача от ариноларинголога. Хорошо. Добрый день, глубоко уважаемый председатель, глубоко уважаемые коллеги. К сожалению, так получилось, что мне с утра надо было ехать на моё основное место работы, и пока я добирался с Троицка сюда, я пропустил начало доклада Андрея Ильича. Но вот ту часть, которую я прослушал, мы писали свои два доклада, в общем-то, только обговорив, ну, в двух словах, в общем направлении тему. Но Андрей Ильич настолько профессионально раскрыл ту ядрогенную часть адонтогенных гайморитов, о которой мы сейчас будем говорить, что у меня эта презентация есть, и я, наверное, пролистну и в более быстром режиме, потому что мне тут нечего ни добавить, ни убавить. Очень красиво, показательно и высоко профессионально. Итак, вы только что услышали взгляд челюстно-лицевого хирурга на проблему адонтогенного синусита. Но так как у нас, собственно говоря, всё-таки это синусит, хоть адонтогенный, я хочу вам представить той точки зрения, которой придерживаемся мы, ларингологи, но, во всяком случае, часть из них, которую я представляю во взгляде на адонтогенный синусит. И здесь у нас с самого начала возникает достаточно большая проблема, потому что адонтогенный синусит – это заболевание, которое вроде бы как есть, все про него знают, все про него слышали, даже диагнозы пытаются писать, и в то же время этого диагноза у нас нет. Смотрите, да, у нас коды МКБ. Адонтогенный синусит где здесь? Отсутствует. В клинических рекомендациях Министерства здравоохранения адонтогенный синусит классификация отсутствует. Это острый. Хронический верхний челюстной синусит – хорошо. Да, где адонтогенный синусит? Отсутствует. Единственное, где я смог найти во всех клинических рекомендациях, а я их просмотрел все, наверное, которые только существуют на сегодняшний момент в Российской Федерации и за рубежом, это клинические рекомендации по лечению хронического рима синусита под редакцией Лопатина, довольно уже давно вышедшие рекомендации. Но тем не менее, смотрите, куда отнесен адонтогенный синусит. К специфическим формам наряду с системными заболеваниями и опухолями. Соответственно, так как проблема является неочерченной четко, отсюда у нас и разногласия о том, как часто встречается именно адонтогенный синусит в практике практических врачей. Значит, ну вот, цифра 40 – это наиболее часто встречающаяся, но встречается и на основании работы нашего отделения до 80% всех проблемных, я подчеркиваю слово проблемных, не всех синуситов, а всех проблемных и труднолечивших синуситов имеет адонтогенную природу. И последнее время мы наблюдаем рост именно этого вида патологии синусов, и связано это с многими факторами, среди которых как запоздалое обращение за медицинской помощью, так и ядрогенная патология. К сожалению, вот эти вот истории, которые рассказал Андрей Ильич, там по введению импланта уже сформированные отверстия, они далеко не редки. Вот, братья-стоматологи не дают нам скучать с отоларингологом. Значит, давайте попытаемся все-таки разобраться с тем, что такое адонтогенный синусит, да? Но даже из названия понятно, что, в принципе, это синусит, при котором должна быть объективно доказана связь между челюстно-лицевой, стоматологической патологией и воспалением синоназальной зоны. Соответственно, причины возникновения адонтогенного риносинусита у нас можно разделить на две большие группы. Это абсолютно превалирующие ядрогенные, и там, где, кстати, как ни странно, она хотя и ядрогенная, но меньше всего возникает проблем с стоматологами, челюстно-лицевыми хирургами по вопросу взаимодействия в ее лечении. И не ядрогенные. И здесь цифры тоже разнятся. И смотрите, какой большой разброс, да? От 10 до 45% не ядрогенных причин возникновения адонтогенного синусита. Мы осмотрели большие метаанализы, и вот по поводу ядрогенных синуситов, ну, Андрей Ильич уже все сказал, но вот как бы, тем не менее, да, вот наши цифры там до 45% фаронтральной свищи, сохранившиеся корни, это проблема осложнения удаленных зубов, экструзии материалов, оставленный материал после апектомии, эндодонтическое лечение, внедрение в верхний челюстной пазух при удалении зубов, дентальная имплантация. И вот это вот очень красиво, и мне очень нравится эта картинка, вот из того, что показал Андрей Ильич, у него их больше, у нас все-таки меньше, но вот видите, да, у нас 10 имплантов, опять с каждой стороны, все они проникают в пазуху довольно глубоко, и у этой пациентки, эта женщина ядрогенной, естественный, ядрогенный синусит, который хронически рецидирующийся, повторяющий, и все бы ничего, но у нее еще активная стадия ревматизма, вот, идет на этом фоне, и возникают очень большие, возникли проблемы по поводу ведения, причем осложненные кардиогенными осложнениями, и были очень серьезные проблемы по тактике ведения этой пациентки, что вот с этой красотой делать. Все бы ничего, но еще маленький, есть парамедицинский нюанс, вот эти вот 10 красивейших имплантов ей поставили в ЦКБ в Москве, и, соответственно, уровень пациента очень высокий, и было очень большие проблемы, как ей объяснить, что теперь это надо снять. Большое спасибо Андрею Ильичу, он тогда приезжал, помогал нам разруливать эту ситуацию. Ну, синус-лифтинг, сенсибилизирующие действия, материалов здесь в нашей картинке, механическое воздействие, цитотоксическое, антролиты, и вот это все, а это относится у нас к гетерогенной патологии, и с ней, на самом деле, я уже сказал об этом, все более или менее понятно. А вот что делать с теми синуситами, где явной гетерогенной патологии нет, где вроде бы как лор-врачи понимают, что синусит может быть адантогенным, но вот такой связи, вот прямой, ну нету. И здесь я хочу вам представить реалитацию собственных наблюдений и ту работу, которую мы провели для верификации, достаточно надежной верификации адантогенных синуситов. Ну, можем сразу сказать, что чаще это встречаются люди с пневматическим типом строения верхночерестных пазух. Нет пазухи, нет проблем, большие пазухи, большие проблемы. Это не мое изречение, ему уже много-много лет. Значит, и здесь воспалительные процессы, они, вот это очень важно, развиваются вторично. То есть если мы говорим об адантогенной природе верхночерестного синусита, то мы фактически говорим о том, что это вторичный процесс, осложнение первичного воспалительного, какой-то привычной воспалительной патологии ородонтальной области. Значит, ну, наиболее частые причины это острое воспалительное заболевание зубов и парадонта верхней челюсти, хронические заболевания зубов и парадонта верхней челюсти, остеомиелит, остеид, верхняя челюсть, ретинированные зубы. Сразу хочу сказать, что есть в стоматологии два совершенно разных понятия, которые нам, врачам и таларингологам, тоже нужно для себя научиться различать. Это болезни парадонта и болезни периодонта. В чем принципиальная разница? Болезни периодонта – это болезни, собственно говоря, периодонтальной щели и то, что с ней связано. Болезни парадонта – более широкое понятие. Это болезнь альвеолярной лунки, где закреплен зуб, и костного массива вокруг нее. Поэтому парадонт – более широкое понятие. Добавок ко всему, большие сложности в диагностике донтогенного синусита добавляет неспецифическая клиническая картина, имеющая разброс от полного отсутствия какой-либо симптоматики. Диагноз ставится совершенно случайно при выполнении рентгенограммы или компьютерной томографии по какой-то причине. Совершенно другой. И вдруг мы находим достаточно... У меня там будут клинические примеры, которые мы будем разбирать. И вот этот вот огромный диапазон клинической картины, начиная от полного отсутствия чего-либо и вплоть до адентогенного сепсиса, наслаивается еще на отсутствие каких-либо критериев, которые отличали бы рентген и синусид от обычного... Точнее, обычный рентген и синусид от адентогенного. Вот когда мы с этой проблемой столкнулись и начали в нее погружаться довольно так серьезно и глубоко, мы вдруг поняли, что даже то большое количество диссертационных исследований, научных изысканий, которые публикуются в большом количестве, они посвящены проблеме адентогенного синусида, но вот выборка пациентов, которые были представлены в этих исследованиях для выбора метода диагностики или метода лечения, или для чего-то еще, что было теледиссертационное исследование, оно основывалось на эмпирическом понимании доктора о том, что такое адентогенный синусид. Ну вот если, я так понимаю, здесь большинство уже ларингологи, да, на основании чего мы ставим, как правило. Ну или жалуется он там, зуб болит у него там параллельно, или мы пунктируем у нас вонючий зубной адентогенный, мы говорим, во, у вас зубной гной, там запахом лука, там, как бы, да, все понятно. И объективность-то где? Значит, поэтому мы что решили? Мы решили для себя понять, что же является надежным признаком, который позволил бы нам верифицировать риногенный синусид и адентогенный по его характеру природозаболевания. На самом деле, это не такой риторический вопрос, как кажется на первый взгляд. Да, вроде бы как, лечение синусид, оно достаточно стандартизировано. Это стандартный набор препаратов, антибиотики, секреты, меметики, там, да, деконгистанты, ирригационные терапии. Но дело в том, что здесь на самом деле выявление адентогенной причины, оно нам дает сразу, принципиально, два важнейших шага. Первый – это подключение стоматолога, и не после окончания лечения, а до, потому что мы должны устранить причину. И второе – это специфический выбор антибактериальной терапии и той сопутствующей терапии, которая нам будет помогать лечить этих пациентов. Соответственно, мы взяли просто, да, и на бумажке переписали, вот, листочек, все признаки, которые так или иначе когда-либо мы встречаем при любых формах синусидов и есть где проблемы с пазухой. Вот мы набрали 32 значимых признака, дальше мы провели большое, мы это в районе 5 лет проводили эту работу, я вам сейчас докладываю уже ее результаты фактически. Вот, мы эти признаки стратифицировали, выполнили расчет чувствительности и специфичности для каждого из них, и у нас в итоге осталось всего 13. Те, которые имели достаточно высокие значения чувствительности и специфичности. Значит, мы их объединили в одну группу в индекс и присвоили, разделили их на две группы, то есть большие признаки и малые. Малые признаки — это те, которые имели меньшую значимость по оценке чувствительности, специфичности, большие — те, которые имели большую значимость. Соответственно, мы им присвоили стоимость, да, меньше единичка — один балл, более тяжелые — два балла или двоечка. Эти все сведены в такую... Ее не надо фотографировать, ну, можно сфотографировать, я дальше их распределю. И, значит, соответственно, вверху, вот видите, те, которые имели двоечку, мы сейчас разберем их более подробно, и внизу те, которые мы обозначили единичкой. Потом, для удобства пользования, мы их разделили на три, тоже большие группы. Первое — это те признаки, которые мы можем выявить в результате анамнистических, сбора анамнистических данных. И это признаки, анамнистической связи с посещением стоматолога, удаление одного или более зубов в течение последних трех месяцев, да, значит, была какая-то серьезная проблема, раз зубы удалили, ну, и наличие зубной боли или в анамнезе, или в текущей, с чем пациент, собственно говоря, пришел. Следующая группа — это объективные признаки, но те, которые мы выявляем так или иначе при физикальном осмотре пациентов. Значит, это наличие признаков гнойного воспаления, уродентальной области, да, там, ну, если абсцесс он пришел, как он с флюсом там суперостальным, ну, понятно, что там какая-то адонтогенная причина. Как ни странно, это односторонний процесс, это важный критерий определения адонтогенности синусита, но не исключительный. Есть адонтогенные синуситы, которые имеют ярко выраженный двухсторонний характер, и даже есть адонтогенные полисинуситы. Но двоечка стоит, и так как у нас индекс интегральный, то в копилочку зачет идет для определения потом значимости. Ну, соответственно, вот этот наш, в кавычках, всеми любимый зловонный гной при пункции, ну и наличие оронтрального свища. Здесь хочу сказать, что наличие оронтрального свища — это не абсолютный показатель. Как ни странно, в своей практике у меня было не два и не три пациента, у которых оронтральный свищ был, но синусита почему-то не было. Для меня это до сих пор загадка, но вот как-то так. Ну, лоры молодцы. Ну и самое главное, значит, это те признаки, которые мы выявляем при проведении конусно-лучевой компьютерной томографии. Здесь я сразу хочу сказать, что, слава тебе Господи, лучевая диагностика совершенствуется, и вот риноларингология как специальность, она, в общем-то, следует за новейшими достижениями в области лучевой диагностики. И если для нас раньше компьютерная томография любой степени точности была, мы ее оценивали поначалу в своей карьере, да, то есть как рентген фактически, то есть есть, нет, плюс-минус, там есть изменения в пазухе, нет изменений в пазухе, ну, еще можно было посмотреть решетки, лоб, глиновидную пазуху, но нас очень сильно не интересовала разрешающая способность. Потом, соответственно, появились многосрезовые, да, вот, 128-ми срезовые, мультисрезовые, спиральная томография, и мы уже начали всем этим делом интересоваться, нас это стало интересовать чувствительность и избирательность того или иного лучевого метода лечения. Сейчас мы проводим достаточно большое исследование на предмет, ну, это не относится немножко к теме, но само по себе, на предмет привлечения магнитно-ядерно-резонансной томографии к нашей специальности, и вот ларингологи почему-то до сих пор убеждены, что МРТ, ну, это не наш метод. Он, с одной стороны, не наш, а с другой стороны, очень даже наш, надо просто уметь его готовить, как в той известной шутке про кошек. Значит, но, что касается лучевых методов, мы глубочайше убеждены, что для ауториноларингологов на сегодняшний момент наиболее информативным является конусно-лучевая компьютерная томография. И с нашей точки зрения, любое отделение, особенно большое отделение, отделение в многопрофильных больницах должно быть оснащены собственным компьютерным, вот конусно-лучевым компьютерным томографом. Благо, он занимает мало места, и его огромный плюс, это малоинвазивность, то есть есть томографы сейчас с лучевой нагрузкой 30 миллизивертов всего, не знаю, обращали ли вы внимание или не обращали, но стандартная спиральная компьютерная томография начинается от 500, до 500 и 30. Мы можем сделать 15 томограмм и оценить динамику, условно говоря, движение того или иного процесса и получить суммарную лучевую нагрузку при одной нативной спиральной томографии. В наше время в общем-то радиобоязнь это далеко не последний фактор, но и это не самое главное. Самое главное, что конусно-лучевая компьютерная томография имеет разрешение 0,1 миллиметра. И это вполне сопоставимо с размером парадонта. Помните, я вам говорил, да, периодонтиты и парадонтиты. Значит, соответственно, тогда как спиральная томография, даже самая высокочувствительная, которая сейчас у нас есть, она имеет разрешение. Какое доктора? Ну, вы же все смотрите, у вас же там написано, когда томограмма, вам пишут информацию. 0,65. Лучше? Нет. Вот. Ну, ни разу я не видел. Сколько мне, мне со всего города несут эти томограммы, ни в одном нашем, в Санкт-Петербурге. 0,65 в режиме БОН, это самая лучшая разрешающая способность. где 0,65 и где 0,1. К этому рисовать что-то, что имеет 0,1 мазками 0,65, ну, картина получается весьма абстрактная. Тем не менее, значит, смотрите признаки, вы уже их себе успели рассмотреть, 40 раз перечитать. Тем не менее, минимальная, небольшая радикулярная киста до 2 мм. Признаки периодонтита или остеита верхней челюсти, они имеют специфическую рентгенологическую картину, рентгенологи вам описывают. Если будете смотреть сами, довольно быстро научитесь находить их. Признаки костной резорции в зоне периодонтальной связки зуба. Я потом покажу, это все расшифрую более подробно. Признаки инородных тел уже двоечка. То есть, если у нас в пазухе есть двойка, инородное тело, то это достаточно весомый признак для того, чтобы этот процесс признать адонтогенным. Но опять не единственный. Значит, признаки значительной радикулярной кисты и костной резорции в зоне кортикальной пластинки стенки верхней челюстной пазухи. Вот этот признак его сложно увидеть, но он имеет очень большое прогностическое значение для определения адонтогенного характера заболевания. Поэтому он у нас имеет двойку, и мы уже научились их выделять. Я покажу сегодня, как это выглядит. Значит, ну вот давайте потихонечку и будем разбираться. Значит, баллы то, что 10, это я не успел стереть, там, конечно, единичка. Значит, незначительная радикулярная и переопекальная киста. Ну, вот вы видите, да, верху. Значит, поэтому незначительная радикулярная или переопекальная киста, она может быть, но мы все не должны переоценивать значение вот этих малых признаков компьютерной томографии. Почему? Потому что мы же делали исследование, да, большое, и в том числе у нас была большая группа пациентов, у которых не было синуситов, и мы смотрели их томограммы, они приходили к нам на операцию, например, на плановую, там, да, мы сейчас уже, в общем, не делаем фактически операции без компьютерной томографии, даже перегородки носа, и это была контрольная группа у нас. И мы видели огромное количество признаков, которые были сами по себе, и даже с тяжелым, с двоечным весом, но они при этом не были синуситами. Следующие признаки периодонтита или остеита. И здесь решающую роль имеет размытость костных структур оливиолярного отростка верхней челюсти. То есть вы видите или зону разрежения значительную в толще самой кости, или расширение значительное периодонтальной щели. Какие-то могут быть другие рентгенологические признаки, самым сложным из которых является так называемый вот этот остеит. Это та штука, ну, остеит это такое красивое название остеомиелита верхней челюсти. И это та штука, которую все как-то стыдливо, ну, назвать остеомиелитом страшно, и пациент испугается, и сам доктор. Вот придумали слово остеит. Это зарубежное американское название. У них очень распространенный диагноз. У нас, к сожалению, пока этот вид диагноза только-только входит в клиническую практику. И здесь, когда с челхашниками начинаешь обсуждать проблему, вот возможно вытасти, ты говоришь, что видите, у нас же есть зона разряжения костной ткани. Они говорят, нет, это возрастные особенности. Вот у человека с возрастом кость же декальсифицируется и, соответственно, разряжается. Начинаешь спрашивать, а почему она разряжается на одной стороне и не разряжается на другой? Они говорят, а потому что он дает дальше ответ. У нас же там какая-то есть воспаление какое-то, и он зуб щадит и дает меньшую нагрузку. И за счет этого у него происходит разряжение костной ткани в связи с тем, что она не нагружена. Ну, в общем, всем известно, что человек богоподобное существо, мы все с вами созданы по образу и подобию Божьему, и каждый из нас может придумать свою вселенную со своими правилами, с объяснениями всего, чего и вся, и именно поэтому врачевание, в общем-то, до сих пор остается искусством. И никогда не будет компьютеризировано. Следующее. Костная резорция в области периодальной связки. Вот смотрите, это важно. Почему это важно? В принципе, инфекция для того, чтобы попасть в периодонт, она должна как-то попасть. Периодонт защищен вот этой самой анулярной или кольцевой связкой. Ее травма, ну, например, там семечки, там человек любит грызть, да, там какие-то там, вот, еще воспалительный процесс в деснах, там еще какие-то могут быть. И вот в том случае, когда эта связка страдает, то там начинают появляться дефекты, через которые у нас может попадать флора полости рта, которой на зубах на самом деле всегда очень много. Вот. Это первое. И дальше, вот этот процесс, пока он там в виде какой-то там микрощелочки, мы его не докажем, не увидим. Но когда этот процесс идет за счет того, что сглаживается угол, видно вот, да, что, где у нас тут, значит, сглаженность вот этого угла, она видна, то тогда это означает только одно, там нет кости, к которой это самое связка крепится. А раз нету кости, к которой связка крепится, значит, нету куска связки. И вот там входные ворота инфекции, она ползет вдоль корня зуба по периодонту, соответственно, сначала в периодонт, а потом в парадонт. И вызывается самустью остеиды и все остальное. Значит, ну и народные тела. Здесь все понятно, мы видели народное тело, обрадовались, вот, все понятно. Но, тем не менее, смотрите, всего двоечка. То есть одно инородное тело, это ни о чем. Индекс интегральный. И вот опять на этих снимках, которые есть, да и к вам, может быть, приходят пациенты, периодически мы встречаем пациентов, у которых в пазухе лежит все что угодно. И кости, и бомбировочный материал, и зуб, там корень. Но при этом нету синусит. Они не болеют. Значит, ну, значительно радикулярная киста, это красота красотная. А что у меня с микрофоном постоянно? Значит, эта красота красотная, она видна, ее видно, что называется, издалека. И, в общем, она обычно не вызывает опять ни у кого никаких вопросов. Тоже двоечка. Значит, костная резорбция. И здесь, вот так же, как мы говорили с вами о разрешении ангулярной или кольцевой связки, точно так же и здесь. Вот само по себе проникновение корня зуба в пазуху, оно ни о чем. Ну, проникает и проникает, особенности. Если они прикрыты критикальной пластинкой и нету сообщения периодонта с, собственно говоря, с полостью пазухи, то это анатомическая норма. А если резорбция есть, ну, очевидно, да, я, это хорошо, это вам сильно повезло, что я сегодня суток. Представляете, какая у меня биоэнергетика, что я бью все микрофоны. Я так слегка уставший. Вот. Ну, в общем, поэтому мы не всегда можем увидеть даже на 0,1 миллиметра этот признак. Но там, когда мы его видим, он весомый. Поэтому мы сразу даем двойку этому признаку. и он у нас по результатам наших исследований давал двойку. Значит, поэтому индекс этот интегральный. Смотрите, если мы набираем 4 балла и больше, вот, при совокупности вот этих всех признаков, то мы совершенно спокойно можем выставлять диагноз адонтогенный синусит. И у нас очень большая задача. Мы сейчас пытаемся все-таки этот индекс легализовать. Сейчас у нас выйдет вот в Вестнике от Ириноларингологии большая статья, где мы описываем вот эту работу. Мы получили патент на диагностику, новую форму диагностика адонтогенных синуситов. И вот, если нам удастся этот индекс легализовать до общепринятого официального, вот тогда проблем с постановкой диагноза адонтогенный синусит. У лор-врачей не будет вообще индекс посчитали, как шоковый индекс считают реаниматологи или хирурги. Есть по индексу набрали, есть шок не набрали, нет шока. Совершенно не важно, как при этом пациент выглядит. Вот, собственно говоря, задача нашего на ближайшее будущее это вот с этим индексом. Ну и вот клинический пример. Я вам показываю, как это может выглядеть на практике. Значит, признаки народных тел в позе двоечка, односторонний синусит. Мы там смотрели двоечка и был удален зуб, видно этот самый, соответственно, единичка. 5 адонтогенный. Здесь у нас что? Ну здесь у нас все двоечки, мы набрали целых 6 признаков, значит, адонтогенный. Вот. Здесь сюда же односторонний процесс, да, посчитали адонтогенный. Значит, вот, смотрите, значительная радикулярная киста и инородное тело. Здесь, видите, нету одностороннего сети процесса. Если бы была значительная киста и односторонний процесс, тоже было бы 4, тоже был бы адонтогенный. Здесь у нас что? Инородное тело в полости и значительная радикулярная... Это что-то повторяет слайд. По-моему, тот же самый. Так, костная резорбция. Вот о чем я вам говорил, да, мы видим костную резорбцию помечено. У нас КТ-признаки периодонтита, астиита и односторонний процесс. Набрали 4, синусит адонтогенный. Хотя выглядит, да, обычный уровень, как обычный риногенный синусит. Значит, вот вариант возможный. Костная резорбция в зоне критикальной пластинки, периодонтит или астиит и односторонний синусит. Он у нас тоже адонтогенный. Обратите внимание, что мы не делим здесь острый хронический. Сейчас вы поймете, почему мы доберемся потом до нашего определения, которое мы предлагаем к адонтогенному синуситу. Есть большая или меньшая степень обострения этого процесса. Значит, признаки незначительные. Вот видите, как раз тот самый случай, когда радикулярная киста маленькая, небольшая, но она сопровождается с односторонним процессом и костной резорбцией есть, отчетливо видна в области кортикальной пластинки. Двоечка. В итоге 5, адонтогенный процесс. Значит, отсюда, вот на основании всей этой работы, которую мы провели, мы делаем однозначный вывод, что адонтогенный синусит является клиника анатомическим диагнозом. И разработанные критерии должны включать в себя как анамнистические, клинические, специфические, неспецифические рентгенологические признаки, характеризующие воспаление, нитильную реакцию, повреждение структуры концевых пазух и ордонтальной области. Вот сочетание всех этих факторов, да, мы имеем полные признаки самостоятельного заболевания. Анамнис, объективные, подтвержденные лучевыми метями. В этом случае он становится с адонтогенной гайморит самостоятельным заболеванием, и мы можем его выводить в отдельную нозологическую единицу. Чем хороший индекс? Ну, собственно говоря, вот мы говорим о том, что он надужен. Смотрите, вот на основании этого мы предлагаем вам вот такое определение адонтогенного гайморита. Здесь сразу первично-хроническое заболевание. Оно характеризуется вторичным воспалением слизистой оболочки верхней челюстной пазухи вследствие первичного микробного воспаления костных структур оливолярного отростка верхней челюсти и, в свою очередь, вызванным острым алихроническим воспалением структур ордонтальной области зубов, десен, пульп и так далее или осложнением стоматологических вмешательств. Вот если мы принимаем вот это определение для себя, оно, естественно, пока у нас это вот мы его только-только сейчас начинаем продвигать, то тогда у нас картинка складывается, пазл. Все становится на ноги и довольно твердо, и мы можем назначать уже лечение, опираясь на вот это определение, понимать суть процесса и правильно назначать лечение той или иной формы донтогенного гайморита. Ну, собственно говоря, переходим к лечению. Понятно, что это мультидисциплинарные заболевания, и в этом его главная проблема, потому что все то, о чем я вам говорю, есть хитрогенные патологии, стоматологи-челхашники соглашаются. Вот с не хитрогенной, с очень большим трудом, у нас вот сейчас уже довольно много, я говорю, мы занимаемся этой работой уже лет 5-6, ну, вот те стоматологи-челхашники, которые находятся в радиусе поражения моего, они смирились. Вот. Те, которые на другом конце города, они как-то там еще периодически пытаются взбрыкивать, но мы их потихонечку тоже дожимаем, надеемся на вашу помощь. Значит, поэтому для того, чтобы поставить диагноз, для начала, прежде чем начать лечить, нам его надо диагностировать, да, мы должны провести конусную лучевую томографию, консультацию стоматолога ЧНХ, применить наш индекс адентогенности и выявить адентогенную причину, собственно говоря, и заболевания. Ну, любое лечение, это этиотропное. Поэтому устранение причин, приведших к его возникновению. Ну, и потом уже патогенетической, симптоматической терапии. И это тоже ставит на место стоматологов и ЧНХ-ников. Они должны выступить первые или в параллель с отоларинкологом. Вот эти все разговоры про то, что пускай сначала лор вылечит ваш синусит, а потом вы к нам придете с этими зубами. Да мы, может, его вообще никогда не вылечим, потому что у нас причина не устранена. Она будет все время повторяться. И вот здесь, конечно, нужно быть настойчивыми и доказывать, 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 но вот для этого мы вам презентуем сейчас вот, собственно говоря, вот эти наши индексы. Ну, патогенетическое. Значит, опять, все диспуты у лор-врачей по поводу пункции, не пункции, там, ямик, не ямик. Как только вы ставите диагноз адонтогенный гайморит, вы должны мгновенно для себя забыть всю свою раздвоенность и дуальность, чтобы кто вы там, терапевт или хирург, вот. Вы автоматически, вы лечите хирургическую патологию и пункция должна присутствовать всегда. Теоретически, как в всем медицине, да, известное же выражение, что авиаций, то, что вся патология в 60% случаев проходит сама, несмотря, благодаря и даже вопреки проводимому лечению. Вот. И все остальное уже мы там лечим с разной степенью эффективности. Так вот, не нужно здесь надеяться на это, потому что адонтогенная патология сама вылечивается крайне редко, а чаще всего заканчивается какими-то осложнениями. Поэтому не топчитесь, пунктируйте или на крайний случай, если там полисинусит или еще что-то, ну совсем пациент, вот категорически не насилует же его под наркозом, ну тогда ямики как минимум. Но санация должна присутствовать всегда с обязательным, подчеркиваю, введением последующим в пазуху раствора соответствующего антисептика. Ямик-катетер. Ну, надеюсь, что все присутствующие здесь так или иначе владеют этими процедурами. можно накладывать как альтернативу пункции ямик. На самом деле не самая плохая процедура, за исключением того, когда у нас есть, например, микоцитома в пазухе. Вот ее вы ямиком не вытащите никогда, если какое-то другое народное тело, но вот может случайным образом, и вам сильно повезет, я сейчас такой случай покажу, вы можете ее отмыть на пункции, вытащить ямиком никогда. Но тем не менее, если совсем больной категорически, тогда лучше ямик, чем ничего. Поэтому ирригационная терапия, понятно, мытье носа это наши азы буки, фундамент, на котором мы стоим, поэтому моем много и часто. Много и часто это не меньше 3-4 раз в день промывание полости носа, и туда очень было бы неплохо добавлять 3-х процентный перикс водорода в разведение 1 к 20. Это означает, что на каждые 100 миллилитров из раствора нужно добавлять всего 5 миллилитров 3-х процентной перикси. Для чего вам это нужно? Вам это нужно, во-первых, для того, чтобы у вас был атомарный кислород, как любят называть специалисты по фотодинамике, синклетный. Вот этот самый синклетный водород, он кислород синклетный, он обладает очень мощным антиоксидантным свойством. И способен, так как у нас флора зачастую анаэробная, адентогенная, то, соответственно, повышенное содержание свободно-радикального кислорода, оно улучшает эффективность обычной регуляционной терапии. Почему нет? Не тяжело. И у нас опять-таки в журнале Фолия в том году вышла статья по поводу того, как лучше размывать вот эти изнофильные конгломераты, которые в пазухе находятся. И наше исследование показало, что именно перекиси водорода является наиболее на самом деле адекватным способом воздействия на это. Значит, ирригационная терапия. Опять, если мы говорим, что процесс адентогенный, то мыть пазуху и не мыть рот как минимум нелогично. Поэтому обязательно назначайте ирригационную терапию. Это может быть или применение ирригаторов специальных, или хотя бы банальные антисептики полости рта после каждого приема пищи. А вот теперь каротенечко. Я не сильно выбиваюсь из регламента. Каротенечко вопрос к этой самой. А для чего мы моем нос? Ну, понятно, что там смыть микробы, а еще цель ирригационной терапии полости рта. какие-то предложения будут? Рта, 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 во рту. Точка приложения. Флора понятно? Раз. Еще. Не. Вот у нас сейчас идет эпидемия ковида. Вирус, как известная штука, не живая. Почему она не живая? У нее нет обмена веществ. И он не может размножаться. А микроб, штука живая. У нее есть обмен веществ. Раз есть обмен веществ, значит, он что-то ест. Понятно, для чего мы моем рот. Надо, чтобы не оставалось никаких остатков пищи, поэтому после еды нужно лишать микробов кормовой базы. Кость сама по себе штука не очень съедобная. А так как у нас процесс идет в кости, челюсти, то там количество питательных веществ для этих самых микробов сильно ограничено. И оно зависит очень сильно от того, сколько будет поступать через тот самый поврежденный парадонтальную кольцевую связку, через поврежденный периодонт. Если у нас туда заходят остатки пищи, они там догнивают потихонечку, дают вот те сахара, которыми эти микробы с удовольствием питаются в результате ображения, то тогда у нас и будет кормовая база, и будет продолжение микробного процесса. А если вы их лишите кормовой базы, они просто умрут от голода. кроме всего прочего. Антибиотики. Мы с Андреем Ильичевым периодически спорим на эту тему, но у нас такое с ним очень продуктивное, мы с ним дружим, и у нас споры не деструктивные, а наоборот, очень позитивные. Но тем не менее, мы считаем, что препаратом первой линии являются как раз неприкрытые пенициллины, те, которые чаще всего. А если вы выявляете одноатогенную причину, то как раз препаратом первой линии является турхиналоны. Совершенно другой спектр микробный. И Андрей Ильич говорил в своей лекции об этом, и мы провели исследование, и у нас опять-таки вот где-то он, не знаю, вышел, он не вышел, вот-вот, в одном из последних журналов «Фолия», у нас вышла статья по микробному пейзажу у пациентов с больными, с острым и хроническим риносинуситом. Я поэтому сейчас даже не буду со слайд ставить там, если кому интересно, почитайте статью. Но очень интересное наблюдение. Например, в случае тогда, когда у нас был двухсторонний процесс, и мы брали микробы смыв из пазухи при пункции, то есть это не то, что мы там у нас поковырялись палочкой, а мы брали смыв и сеяли. Так вот, у нас совпала флора всего в 15% случаев. 85% случаев флора не совпадает. Двухсторонний гайморит, двухсторонние процессы, двухсторонние полисинуситы, это два разных процесса по микробной флоре во всяком случае. И это говорит о чем? Что одна пазуха в большинстве случаев видомая, вторая ведущая. Это в абсолютном, ну, в большинстве случаев вторая присоединяется к воспалению второй пазухи. Они могут возникать параллельно в 15%, ну, может быть, там 20%. Все остальное это разные воспалительные процессы с разной микрофлорой. Удивительно. Значит, препарат второй линии, ну, соответственно, это антибиотики пенициллина. Прикрытые, здесь все понятно, вопросов нет. Значит, комбинированная антибактериальная терапия с антроназальными глюкокротикоидами. Ну, кроме того, что мы абстрагируемся от того, что нас сегодня собрала здесь фирма ТЭВа, большое спасибо за возможность выступить перед вами, да, вот. Тем не менее, когда-то вот на этот самый, на сайте, не помню на каком, то ли про докторов, то ли еще что-то, где-то вот эти сайты, которые собирают мнение, отзывы, там, пациентов о врачах у нас в Петербурге, там их три или четыре, вот на каком-то из них на меня опубликован крайне негативный отзыв. Такая интересная там была эта самая, там пациент вдруг, ну, я думаю, что это какая-то, не знаю, заказная, наверное вещи, потому что пациент вдруг там вспомнил, что 10-12 лет назад он у меня лечился и сейчас решил написать, что я доктор плохой, вот, и причину он назвал две. Первый, он опоздал ко мне на осмотр утром, да, я ему зеленкой написал время приема, ну, чтобы он так не забывал, на лбу, вот. И он что-то вот спустя 10 лет он обиделся и сказал, что Сергей Юрьевич там нехороший человек, вот, а второе, что он лечил, лечил меня гормонами, тогда только альдецин был один, в те славные годы, вот, и что он, когда пришел в какое-то другое место, ему сказали, что что вы, гормоны на гной, это же вообще застрелиться можно, да, а теперь у нас топические глюкокортикоиды входят в нашу жизнь, не только топические, но и системные, и мы их совершенно спокойно не только даем на гной, но и получаем очень хороший эффект, поэтому все эти препараты, они вам хорошо известны, и здесь опять все зависит, вот, выбор топического глюкокортикоиды, это вообще отдельная тема, отдельные лекции, мы сейчас ее не будем посвящать большое время, но они сильно зависят, вот, у меня сейчас ординаторы учатся, да, с МАПО, вот, я их учу там всяким прописанным истинам, что 2 плюс 2 это 4, вот, что солнце всходит и заходит, они с большим интересом это для себя узнают, вот, так вот, я им говорю, что отличает лор-врача от семейного, да, доктора, вот лор-врачи, сидящие в зале, что нас с вами отличает от семейного врача, у нас 4 групп препаратов антибиотики, при лечении синусита, там, ну, не прыгнешь ты далеко, антибиотики, секрет меметики, деконкистанты и регуляционной терапии, что нас отличает от семейных врачей? Нет, 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 ну, правильное применение комбинированных капель, вы должны знать, вот, те огромные палитры комбинированных капель, которые у нас, в которых сочетается по 2, по 3, по 4 препарата в одном флаконе, вот, и правильное применение комбинированных у вас, в принципе, у профессионального лор-врача, который давно работает и любит свою профессию, у него не должно быть слепое назначение голого ксилометазолина, зачем? Когда у нас есть бакшовое количество комбинашек, когда вы можете уходить от полипрагмазии, назначая правильный комбинированный препарат, вот, что делает вас настоящим профессионалом, в том числе, я имею в виду амблаторное звено, знание, хорошее знание тех препаратами, которыми вы пользуетесь, и у вас широченный арсенал, доктора, изучайте их. Так вот, глюкокортикоиды в разных ситуациях тоже разные. Мы сейчас, конечно, у нас фирма пригласила, мы маметазон, добрый доктор Айболит, как известно, он под деревом сидит, да, все знают, и одно только слово твердит, назанекс, назанекс, назанекс. Ну, в данном случае дозренит, дозренит, дозренит. Тем не менее, дозренит великолепный препарат, и мы его пользуем, и настоятельно рекомендуем, он даже лучше, чем оригинальный. Но бывают ситуации, когда мы сознательно назначаем препараты с наличием системного эффекта. Но это другая тема. Значит, тем не менее, совершенно ответственно заявляю о том, что комбинированная терапия антибактериальная с маметазоном работает лучше, чем без маметазона для лечения практически всех хронических ситуаций. Смена антибактериальной терапии. Значит, смотрите, вы назначили эмпирический антибиотик, пролечили, да, какое-то время смену, дальше этот самый. Смена антибактериальной терапии никогда не должна проходить без результатов посева на флору. А еще лучше, смыла. Почему? Потому что флора сложная, аэроба, анаэроба, я уже говорил о том, что она не повторяется справа-слева, а еще есть грибы, да, вот, и грибы, как это не паратоксально звучит, но при правильном подходе, тоже очень хорошо сочетаются с глюкокортикоидом, несмотря на то, что все говорят, вот на гриба, на гормонах грибы растут. Растут они, если вы не назначаете соответствующую терапию. А вот если назначаете, то ничего не растет, все очень хорошо лечится. Ну, понятно, секреты литики, секреты моторные препараты, да, наши все эти синупреты, кстати, синупреты, лгигелмертон, это разные совершенно группы. Иммунокорригирующая терапия. И здесь тоже это самое, смотрите, кроме того, что мы там все эти наши иммунокорректоры, деренат, ликопиды там используем, да, тем не менее, есть работа, которые говорят о том, что топический глюкокортикоид на самом деле способствует усилению врожденного иммунитета. Это серьезные западные работы, которые там не придуманы. Значит, ну, только ленивый не вспоминает Тепос, поэтому мы его тоже вспоминаем по поводу лидирующей группы глюкокортикоидов. Но на самом деле, если внимательно почитать ЭПОС и сопоставить ЭПОС-2020 с ЭПОС-2012, мы, к сожалению, констатируем одну очень простую вещь. Вот у ларингологи расписались в бессилии лечения хронических риносинусидов в ЭПОСе-2020. Ну, так, по факту, если убрать воду. Что там было? А, ну да. Значит, соответственно, правильное значение тщательное выполнение. Значит, комплементарность. Огромный фактор. Я вам говорил про зеленку на лбу. Да? Вот. Можете мне поверить, я вот с тех пор немножко далеко ушел, у меня кроме зеленки появились всякие другие способы воздействия на пациента. Но вы должны потратить свое время однозначно на то, чтобы заставить пациента выполнять ваше назначение. От того, что вы такой умный и назначили такую терапию, которая пациенту не понравилась, потому что вы назначили ему антибиотик на 2 недели или на 3, вы ему гормоны назначили, вы ему еще что-то назначили, заставляя 4 раз в день мыться, зубы полоскать. А он не хочет это делать. Ну, не хочет. И спустя какое-то время он вам честно придет, вашим листочком хлопнет вам по столу и скажет, так, доктор, а почему у меня не прошло? Да, да, потому что ты не делал ничего, друг мой. Вот. Соответственно, вот комплементарность имеет важнейшее значение для лечения всех процессов, особенно адентогенных, так как это обострение хронического процесса, лечение хронических заболеваний вообще отдельная тема. И здесь, опять, почему нам нужно взаимодействие со стоматологами, почему нам нужны пункции, почему нам нужно, потому что, чем больше делают врачи руками хирургической коррекции, тем на самом деле чуть меньше, не сказал, что сильно, но чуть меньше значения того, что он там будет нарушать ваше назначение и не выполнять их. Ну, вопрос о хирургическом лечении любого хронического процесса, в том числе адентогенного, он стоит с самого начала и будет стоять до самого последнего, даже если вы вылечитесь, весь вопрос будет, как быстро наступит следующий рецидив. Ну, вот структура. Смотрите, это уже данные нашего отделения, собранные за несколько лет, по причинному фактору у нас с учетом индекса оси, который мы у себя широко, естественно, применяем, у нас было риногенных 595, адентогенных 245. Результаты лечения длительность 14,6-11,6. 14,6 это средняя продолжительность лечения адентогенных гайморитов до применения на индексе оси. После того, как мы научились его четко совершенно верифицировать, срок лечения у нас сократился, видите, там почти на 30%. Соответственно, исходы лечения выздоровления ФС и количество выздоровлений консервативных у нас довольно прилично увеличилось и, соответственно, стало меньше хирургии адентогенных вот этих вот самых процессов. Отказ от лечения, к сожалению, присутствует. И здесь делать ничего нельзя, если пациент не хочет лечиться, а значит, он будет лечиться в другом месте, где его будут лечить тайским массажем. Мне очень нравится это лечение. В результате, соответственно, должно наступить выздоровление. Ну и вот, как клинический пример, где он у нас, да, значит, понятно, что верификация, лечение адентогенных значительно, значительно, значительно снижает потребности. Это то, что там было на слайдах. Клинический пример. Это вот пример буквально, я сейчас, когда готовился к этой лекции, это пример буквально вот сентябрьский. К нам обратилась пациентка, мама нашего доктора, который приехал из другого города к невропатологу с неврологией лицевого нерва и радирующей, боли у нее были. Ну и там посмотрел невропатолог, главная боль. Ну и просто вот была постназальная ринария небольшая. С этим, в общем-то, ее привели к нам. Когда-то она госпитализировалась по поводу гайморита, но это было давно, уже больше года назад. Ну и с тех пор уже к врачам не обращалась. Ее тогда лечили, ну и вроде как даже вылечили. При осмотре объективная картина, перегородка незначительно искривена, гнойные корочки сразу были с посрединностовой раковины слева. Они визуально даже были видны. Это по поводу объективного осмотра. После аспирации полипозно измененная слизистая посрединностовой раковиной. Там не было видно под гноем, когда гною убрали, стало видно, что слизистая полипозно изменена. Но не полип. Полипозно измененная и полипа. Две разных вещи. Ну, слизистой глотки там особо ничего не было. Боковые валики гиперемированы. Ларингоскопия. Фотоскопия без вариантов. КТ. Сделали ей компьютерную томографию. И там у нас вот такая картина. И обратите внимание, здесь не очень четко. Я просто пытался вам вывести сразу это инородное тело, микоцитому. И у меня не было, надо было или видео записать. там все. Но тем не менее, речь шла о геме-синусите. Не о верхней челюстном, а о геме. Решетки были, лобные пазухи, кленовидная тоже была вовлечена. Все в тотал. Инородное тело у нас. Это микоцитома. Ее видно, что это микоцитома. Ну и, соответственно, проблемный зуб. Мы к этому проблемному зубу применяем наш индекс оси. Это эта же пациентка. И видим, что у нас признаки инородного тела. Раскостная резорбция. Односторонний процесс. По индексу шестерка. Односторонний этот самый. И что мы делаем этой пациентке? Мы ее сразу отправляем с приема к стоматологу. Зуб ей удаляют. Потом я вам покажу соответственно следующий КТ после выздоровления уже с удаленным зубом. И мы ей расписываем терапию. Ставим диагноз. Удаление причинного зуба. Консервативная терапия. И дальше думаем, что с этим делать. Вот такой результат посева. Видим сразу, что там скомбинированная флора у нас идет. И есть грибки. Поэтому это, собственно говоря, подтверждает наличие некоцитома. В клиническом анализе крови. Total. Срок болезни неизвестен. Я думаю, минимум полгода. Но смотрите. Клинический анализ крови без отклонения от нормы. Там, ну, лимфоцитоз небольшой и аезинофилия. Понятно, на фоне грибкового процесса там какая-то общая аллергизация. Незначительно повышенные моноглобулины Е. Но, тем не менее, это опять общая аллергизация на фоне этого хронического процесса. Ликоцитоза нет и не будет. На адонтогенный процесс его очень часто не бывает. В большинстве случаев не бывает. Дальше вот такая мощная терапия. Пункция ежедневно. Потом через день туалет полости носа. Спрей назальный ринофлуэмуцил. Дальше очень хорошая штука. Рекомендую вместо мидин нос. Но это отдельная тема. Она не вравшая рекомендации. Потому что, да, у нас сегодня тревоги болезненно относятся к другим препаратам и правильно делают. Дальше дозренит. Мометазон. Отек выражнейший. Я сказал, что там был гемисинусид с признаком вот этой отечной уже практически полипозной дисплазии, если есть оболочки решетчатого лабиринта. Моксифлоклоцин антибиотик. Обязательно противогрибковый флуконозол. Подряд три дня по таблетке, потом по одной таблетке на пятый, седьмой, одиннадцатый день. Продолжение. Значит, синупред. Смотрите дозу, да? Три таблетки. Три раза в день. Девять таблеток в день сразу. Для чего? Значит, у нас всем известно, это как бы даже можно не говорить, но так напоминаю, что синупред является секретом и метиком. Он стимулирует образование связи, а вовсе не разжижает ее, в отличие от геломертола, например, или каких-то других. Значит, соответственно, а вот дальше преднизолон. Кроме того, что мы назначили ей дезоренит нос, у нас системный преднизолон. Сначала мы и капали, там первые два дня капнули, а потом перевели на таблетированный. Бифиформ обязательно, хелакфорте туда же и фосфолигель. Зачем фосфолигель? На ночь. Ну, потому что у нас довольно много с чего в желудок, там, да, раздражает все. Поэтому фосфолигель, пленочка, когда она будет сползать, там, по мере прохождения пищевого комка, она будет слизистую желудка закрывать и хоть какая-то протекция. Значит, и вуаля. Самое интересное, что на фоне применения системных гормонов настолько ушел отек, что нам на пункции, там, я сейчас не помню, на второй или на третий, удалось отмыть микоцитому. Она вывалилась через проход, и видите, он какой широкий стал. Да, у нас остеомиотальный комплекс, достаточно широкий. И я другую сторону обвел, для того, чтобы вы понимали, что это одна и та же пациентка. Да, это вот та зона, которая там вот такое специфическое строение средней раковины. Видно, что это не рентгенограмма, не котес разных пациентов. Это одна и та же. Вот вам пример, такой хороший пример применения оси в действии. Так, ну и не можем не отдать дань нашим спонсорам. Дозренит. На самом деле препарат номер один. Из своей практики мы практически убрали классический Незанекс. И связано с тем, что Незанекс просто плохой флакончик. Они распыляют, там треть примерно остается на дне, они потом трясут эти больные этим флакончиком, как леса вокруг кувшина. А достать его не могут. У дозренит такого нет, по качеству он ничуть не хуже. Флакончик распыляет хорошо, и поэтому комплементарности этого препарата выше. Вот. Не случайно дозренит, там победитель всего и вся. Но он способствует дыханию. Препарат выбора врачей, не только врачей, но и пациентов. Он дешевле довольно существенно, в полтора раза. Имеет дополнительные калибровочные дозы. На самом деле никто не калибрует, просто эти лишние 20 доз это еще вам на 10 дней запас лечения. Мелочно, приятно. Вот. Ну, продукт высоких технологий европейского производства. В общем, спасибо за внимание. Спасибо, Сергей Иванович. Будут ли вопросы к докладчику? Пожалуйста. Спасибо. Вылично. Просто шикарно. Это все легко на душу. Но где мы пустили те 5-10 лет назад ситуацию, когда стоматологи теперь спит на детку и сначала лечить, и потом это просто невозможно. Я без себя коротень нашла единственное место на супboltском в нашем Молайске госпитале 442-й. Там он послатель об порядке как инфекционные в организм и в инфекционных наши Ну, когда-когда? С самого начала. Дело в том, что виноваты тут в этом мы, конечно. Дело в том, что вот эта вот ситуация, она всегда возникает, когда есть неопределенность. Когда мы находимся в полупозиции, мы отоларингологи. Адентогенный синусид, вот я не случайно показал все классификации, куда он? Острый, хронический, адентогенный, риногенный, есть причины, нет причины, есть изменения, нет, доказана связь, недоказана связь. И в этой связи, во-первых, вы должны четко понимать, что стоматологи этим всем заниматься не хотят. Им это экономически не рентабельно. Ни в каком. Стоматология с чайной лицевой хирургией, к сожалению, я не беру каких-то птиц очень высокого палета, как Андрей Ильич, например, у которого не стоит все в жизни налажено, и для него финансовый фактор не стоит. Он с удовольствием откликается, когда у нас есть какие-то спорные вопросы. Но опять надо понимать, что Еременко один раз, он ректор первого меда, два, и его там каждый раз дергать с какой-то ерундой, он вовсе не будет вам рад. Уверяю вас, если позвоню я, он откликнется, наверное, не часто. А если позвоните вы, после третьего раза он быстренько перезамкнет вас куда-нибудь. И вот это отсутствие четкой позиции со стороны лор-врачей привело к тому, что по пути наименьшего сопротивления смежные специалисты, естественно, ускальзывают. Поэтому до тех пор, пока мы лоры все дружно не займем в этом плане жесткую последовательную позицию, не начнем давить на них, на пациентов не начнем давить. Это сложно, это даже у меня сложно, даже сегодня у меня была пациент, вот я задержался здесь, там пациенты от главного врача с высоким положением в обществе совсем. Я опять говорю, что стоматолог, стоматолог говорит, что он у нас уже был год назад, и Сергеевич, вы уже тогда это говорили, вот, а мы там, да, кист увидим, но мы там не видим, что там адентогенная причина этого обострения гайморита очередного. И вот, и даже мой главный врач, который знает, что я являюсь ведущим специалистом в Санкт-Петербурге, наверное, по адентогенным гайморитам среди лор-врачей, даже он склоняется верить стоматологам, просто потому, что у него школа такая, он так воспитан. Если один специалист говорит узкий, что нет, значит нет, если стоматолог говорит, что нет, значит нет. А стоматологи, они настолько, ну, через свои хирурги чуть меньше, но стоматологи точно совершенно. Вот вы в них спросите, что такое остеид в верхней челюсти, да, вот наберите в интернете, там везде, в любом поисковике, там в папмеди, там где хотите, и там вывалится вам куча зарубежных статей, в основном американских, но есть европейские, сейчас потихонечку доходят. А у нас нет, ну нет у нас этой проблемы. Раз ее нет, то про нее никто и не знает. Вот я вам рассказываю, что она есть. Я думаю, что и лоры многие не знали, что воспаление не зуба. Вот когда мы говорим об антогенном гайморрите, классическая ошибка. К зубам у лор-врачей может вообще не быть претензий. Да мне глубоко наплевать там, есть на зубе кариес или нет, да, красивый он или некрасивый этот зуб, да и черт с ним. А уж цветовой его оттенок совершенно меня мало волнует. Меня волнует одно, есть воспаление вокруг зуба или нет. В парадонте есть воспаление или нет. Вот и если оно есть, и здесь опять у них мантра классическая, да, кариеса нет, зуб не леченый, этот самый денсиметрия ничего не дала электропроведение, не нарушил, значит, нерв живой. Вот, все, доктор свободен. Но как свободен, когда у вас там переопекальное, хорошо ее видно, а когда идет эта самая киста вбок, радикулярная, да, и у нас же таких кист довольно много, мне просто на слайде, ну слишком много, эта тема необъятная, ее можно часами рассказывать. Вот, и она четко видна на компьютерной, там, графийной, КЛКТ. Они говорят, нет, это вот артефакт. Ну, в общем, как-то так. Спасибо большое, Сергеевич. Пороться надо за специальность. Есть ли вопросы еще? Есть ли еще вопросы? По поводу, в центрах, которые приходят, ну, стоматологов, собирающихся делать инфлантацию. То есть, когда им приходят стоматологов, стоматологов, делят вот макрамму, там что-то, там такое, фазухи, которые присылают, где-то, когда был артефолог, вы ищите свою пасху, а потом, когда-то нет. Вот, к большому счету, это как бы, мячья, главная вопрос? Сегодня отвечал на эту тему Андрей Ильич. Если вы внимательны, даже вот я успел доклад его, это самое, к его хвостику его доклада, он на этот вопрос ответил. Так немножко быстро, он же торопился под конец. Вот. Но смысл там очень простой. Он совершенно правильный. Я вот с ним вот, ну, он очень умный человек, мне нравится, вот, Еременко. Баланс есть, вот он даже сказал это слово, есть баланс между патологией ородентальной области и патологией верхнечелюстных или там вообще наших назальных синусов. Вот. Значит, соответственно, на самом деле, мы сейчас абстрагируемся с вами и берем две вещи, идеальную, да, и реальную. Вот. Есть формула для идеального газа, который пытается впихать в газ реальный, который никогда не совпадает. Так вот, здесь такая же штука. В идеале должно быть правило простое. Если вот наличие утолщения слизистой верхнечелюстной пазухи, разной формы, она может быть в виде кисты, в виде там полипа, просто в виде какого-то пристеночного утолщения, разной толщины диффузного. Вы должны понять, это всегда реакция слизистой оболочки носа на наличие воспалительного процесса на дне альвеолярной бухты. Или не ее на дне. Если у вас воспаление зашло и где-то в силу каких-то причин произошло по повреждению, там микробы закрепились, организовали колонию где-то под глазом, там на орбитальной стенке, но это вопрос другой, но всегда первично было оттуда. Значит, соответственно, и здесь это не первичное воспаление, это ответная реакция слизистой оболочки в ответ на воспаление. Поднимите руки, кто есть в зале, оперирующие хирурги, эндоскописты. Кто эндоскопически оперирует пазуху? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть человек. Вот киньте в меня камень, если я скажу неправду. Когда мы оперируем эти кисты, когда мы оперируем полипы, даже тотальные полипозы, в основании почти всегда, в 90% случаев, лежит абсцесс. Есть какой-то гнойник. Вы убираете эту штуку, и оттуда всегда что-то течет. Или лесоватая, как молочко, или желтоватая, или более плотная, или менее плотная. Но оттуда всегда что-то течет. В основании всегда есть абсцесс. Если у нас абсцесс субмукопериостальный, то почему кто-то считает, что он прилетел из носа, когда он под переостом, между костной стенкой и довольно толстым, вот этим мукопериостом утолщенным. Ну чего мы ставим лошадь позади телеги? Соответственно, по этому правилу, если мы в абсолюте говорим одно, вы должны изучать компьютерную томографию, внимательно научиться ее читать, смотреть эти томограммы, читать статьи. Сейчас их благо, они стали появляться в стоматологических журналах, в рентгенологических, радиологических журналах, где КЛКТ уже описано. Их статей довольно много. Читайте эти статьи, там все эти признаки описаны, и учитесь их сами искать. Вот если вы видите, воспаление в парадонте, это более широкое понятие, чем это, вот если вы в парадонте видите воспаление парадонтальной области, то тогда это противопоказание, потому что воспаление неизбежно перейдет на этот имплант. А если воспаления там нет, ну а такое может быть, потому что оно было, там пролечили, там да и осталось, ну в виде памяти такой следовой, то тогда это не является противопоказанием. Вот как бы и Андрей Ильич об этом тоже говорил, что показания или противопоказания является наличие воспаления вот этой парадонтальной области. Вот это в идеале. На практике это всегда выглядит как стрелка в 90-х. Мое слово против твоего слова. Вот кто кого раньше замочит, кто-то прав. Сергей Ильич, спасибо. Но мы не будем ждать, когда нас... Не-не-не-не. Мы будем действовать более активно. Уважаемые коллеги, есть ли еще вопросы? Тогда в заключение я хотел бы сказать буквально несколько слов. Большое спасибо Сергею Юрьевичу за выступление. И мне хотелось бы, чтобы вот то исследование и ту работу, которую ведет Сергей Юрьевич и кафедра нашего университета, и сегодняшнее событие, вот сегодняшнее выступление, и Андрей Ильича привели, так сказать, к результату. А результат, чтобы был в виде взаимодействия плотного. С чего начал Андрей Ильич? Он говорит, мне хорошо. Я на одном этаже с кафедрой от ариноларингологии. Сергею Юрьевичу тоже хорошо. У него есть челюстно-лицевой хирург, которого он убедил, и они взаимодействуют. Хотелось бы, чтобы действительно мы не сможем все находиться с смежными специалистами на одном этаже, но наше взаимодействие мы должны перевести в одну плоскость, в одно понимание. Совершенно правильно здесь задавали вопросы. Там стоматолог отправляет убрать какую-нибудь кисту или что-нибудь перед имплантацией. Но вот я даже прошу Сергея Юрьевича дальше этим заниматься и обеспечить вот такое взаимодействие для того, чтобы стоматолог... Вернее, вот взаимодействие настолько должно быть, что отоларинголог должен четко понимать, что нужно стоматологу, поскольку действительно иногда после операции, наших хороших операций, которые привели к излечению от патологии лор-органов, через некоторое время комментируются стоматологами, а вот вам так вот сделали, поэтому я вот здесь сейчас вот это сделать уже не могу, имплант поставить не могу, синус лифтинг сделать не могу. Вот это вот непозитивное взаимодействие, оно, к сожалению, встречается. Поэтому вот желаю, так сказать, перейти в совершенно новую плоскость. И я считаю принципиально, что даже разработка новых методик операции, новых протезов в стоматологии, там новых имплантов обязательно должно, ну не согласовываться, может быть, обсуждаться с отоларингологами, чтобы мы могли, так сказать, действовать в одном ключе. Мне очень понравилось сегодняшнее наше заседание. Большое спасибо организаторам, технической поддержке и всем, кто пришел. Спасибо. 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 Спасибо.